В России зверски убит очередной трудовой мигрант из Таджикистана. Генеральный прокурор Таджикистана предложил снять моратории на смертную казнь. В Таджикистане 17-летний местный житель приговорен к 10 годам тюрьмы. Тело 17-летнего гражданина Таджикистана было обнаружено в ночь со 2 на 3 августа в Санкт-Петербурге на Ленской улице неподалеку от круглосуточного магазина. Группа русских националистов напала на трудового мигранта, в результате чего ему были нанесены многочисленные ножевые ранения в область спины. Также у него были фактически отрублены фаланги на двух пальцах. Впоследствии гражданин Таджикистана скончался. Напомним, что лишь несколькими днями ранее, 31 июля, вблизи московского аэропорта Домодедова было совершено нападение на 26-летнего гражданина Таджикистана. Националист выстрелил в него из пневматического пистолета, вследствие чего тот потерял свой левый глаз. Эксперты бьют тревогу по поводу того, что от рук русских националистов ежегодно погибают десятки азиатских мигрантов. И вместе с тем, это явление полностью игнорируется правителями стран Центральной Азии. Примечательно, что исламская история полна случаями, когда халифы мусульман отправляли целое войско в ответ на угнетение в отношении лишь одного мусульманина. Однако все это было во времена правления ислама. А сегодня в странах Центрально-Азиатского региона воцарились авторитарные режимы воинствующего секуляризма. На пресс-конференции, состоявшейся 4 августа 2016 года, генеральный прокурор Таджикистана Юсуф Рахмон заявил, что как генеральный прокурор он сторонник назначения смертной казни для ряда преступников, в том числе тех, кто обвиняется в попытке государственного переворота, и тех, кто совершает террористические акты. Следует отметить, на сегодняшний день по отношению к инакомыслящим в стране применяется статья 307 УКРТ «Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя Республики Таджикистан, которое предусматривает до 20 лет лишения свободы». Следовательно, если власти Таджикистана снимут моратории на смертную казнь, то, возможно, любого обвиненного за инакомыслие и участие в исламских группах можно будет подвести под смертную казнь. В своем выступлении на встрече министров иностранных дел стран Центральной Азии и США, прошедшей в Вашингтоне 3 августа 2016 года в формате C5+, министр иностранных дел Таджикистана Аслав высоко оценил сотрудничество Таджикистана с США и странами региона Центральной Азии за 25 лет независимости. Он также выразил готовность таджикской стороны к дальнейшему развитию сотрудничества сторон в формате C5+, подчеркнул, что Таджикистан надеется на то, что формат C5+, придаст новый импульс расширению сотрудничества Центральной Азии с США. На данной встрече страны-участники рассмотрели проекты, разработанные в рамках формата C5+, в областях экономики, энергетики, окружающей среды и борьбы против терроризма. Отметим, что сотрудничество в данном формате было создано по инициативе США с целью усиления своего влияния в странах Центральной Азии и первая встреча формата C5+, прошла в ноябре прошлого года. По мнению заведующего отделом Средней Азии и Казахстана Института СНГ Андрея Грозина, США таким образом пытаются компенсировать недостаток практического наполнения своей стратегии в Центральной Азии. Встреча в Вашингтоне – первая серьезная попытка реализации работы формата C5+, на практике, однако результаты переговоров более чем туманны, заявил он. Также, по его словам, Вашингтон начал активную работу со странами Центральной Азии, однако говорить о развороте стран-регионов в сторону США нельзя. Страны Центральной Азии пытаются проводить политику лавирования между Москвой, Пекином и Вашингтоном для извлечения большей выгоды, добавил он. В Таджикистане судом Бабаджан-Гафуровского района Сагдийской области вынесен приговор в отношении несовершеннолетнего местного жителя за якобы призывы к вступлению в ряды организаций «Исламское государство». 17-летний житель Бабаджан-Гафуровского района, учащийся 10-го класса, решением суда приговорен к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы. По словам судей, осужденный на своей страничке в социальной сети призывал граждан к экстремистской деятельности. Наблюдатели отмечают, что, возможно, школьник стал жертвой спецслужб, стремящихся к улучшению показателей. Вероятно, он разместил или поделился в социальной сети исламскими материалами о событиях в Сирии, за что и был сурово наказан.